Категорически рад приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня мы рассмотрим некоторые тонкости и особенности применения тиристоров в схемах управления мощностью тока, направляемого в нагрузке. Вот у меня в нагрузке вот такая мощная автомобильная лампочка. Мы от трансформатора получаем переменное напряжение, все делаем безопасно. Понижающий трансформатор от сети 220 вольт делает нам напряжение примерно 15 вольт, которое мы выпрямляем и используем для питания схемы с тиристором, чтобы можно было включением и выключением этой лампочки, а также яркостью управлять. Выпрямление мы осуществляем с помощью диодного моста, вот такой детали в монолитном исполнении. Это удобно, тут 4 диода. И у нас получается выпрямленное пульсирующее напряжение, то есть по сути дела переменный ток, но однонаправленный. И при использовании диодного моста, в отличие от использования одиночного диода, мы не теряем в мощности. То есть оба полупериода у нас складываются, как бы поднимаются в одну сторону, и мы их можем направлять на тиристор, ну и соответственно через тиристор на лампочку. Так вот, какой же нюанс в этом выпрямителе имеется и о чем стоит помнить? Для начала включим нашу схему в розетку и посмотрим, как тиристор управляет включением и выключением лампочки. Я подаю положительный потенциал на управляющий электрод. Положительный потенциал снимается вот по этому желтому проводу. Вот здесь у нас плюс на тиристоре, а здесь минус, видно по диодному мосту. То есть плюс поступает сюда через ограничительное сопротивление в виде лампочки. И при прикосновении лампочка загорается. Когда я убираю положительный потенциал отсюда, вот у меня провод в руке, лампочка, конечно, не горит. То есть тиристор закрывается. Все это питание проходит через диодный мост. И тиристор прекрасно может открываться и закрываться благодаря именно пульсирующему напряжению и пульсирующему току. А теперь тот самый нюанс, о котором я хочу вам рассказать. Дело в том, что когда мы делаем блоки питания на диодных мостах и собираемся питать какую-нибудь электрическую схему, скажем, на транзисторах, все всенепременно хотят добавить к диодному мосту или к диоду, к выпрямителю, конденсатор, который будет сглаживать пульсации. И тем самым напряжение, которое будет подаваться в нагрузку, будет более таким благородным, ровным, без всяких там излишних пульсаций. Вроде бы все хорошо. Добавим конденсатор, повысим мощность, все будет сглаженное и хорошее. Но тогда наша схема просто перестанет работать. Вы удивитесь? Ну, посмотрите, что сейчас произойдет. То есть мы хотим как лучше, мы хотим избавиться от пульсации, от мерцания этой лампочки, хотя они настолько высокие, что мы их не замечаем. И добавляем конденсатор в цепь питания нашего тиристора, а именно подключаем конденсатор положительным выводом вот сюда, а отрицательным сюда. Вот мы возьмем их сейчас аккуратненько. И минус на минус дает плюс. Плюс подсоединяем к плюсу. Все, вот мы подсоединили конденсатор. Наша схема осталась прежней. И теперь пытаемся управлять нашим тиристором. Включаем в розеточку, берем этот контакт. И как и прошлый раз, я касаюсь, лампочка загорелась. Но я убрал провод, а лампочка продолжает гореть, тиристор не закрывается. Я тыкаю контактом по тиристору, но никакой реакции нет. То есть, подключив конденсатор, мы вдруг испортили нашу схему. При этом конденсатор может быть вовсе не вот такой вот большой, как у меня в руках. Возьмем вот такой вот конденсатор поменьше, еще советской эпохи. На корпусе у него находится минус, а посередине плюс. Эти конденсаторы практически вечные. И вот чума конденсаторов, которая поразила азиатские, американские, польские конденсаторы и прочие там производители, она не коснулась старых советских конденсаторов и они прекрасно работают. И вот давайте мы добавим такой вот старый алюминиевый конденсатор в нашу схему. И попробуем поуправлять тиристором вновь. Тиристор открылся, провод больше ничего не касается и лампочка горит. То есть тиристор не закрывается. Не закроется он до тех пор, пока я не уберу с него питание или же не отключу тот самый злосчастный конденсатор. Почему вдруг конденсатор помешал работе тиристора? Да дело все в том, что как раз конкретно тиристоры предназначены для управления хоть и выпрямленным напряжением односторонней проводимости, но все-таки переменным. Оно изменяется во времени от определенной величины до нуля. Да, напряжение и ток в тиристоре проходят только в одну сторону. Это однонаправленное пульсирующее движение. Но в обратную сторону этого движения нет. Но ток все равно пульсирующий переменный. И он должен проходить через ноль. Для чего? Да для того, чтобы тиристор мог сброситься. Ведь если мы применили конденсатор или пытаемся запитать тиристор от постоянного тока или напряжения, к примеру, от аккумулятора или от батареи, то единожды его открыв, он не закроется ровно до тех пор, пока ток удержания, который в тиристоре есть, а есть такое определение, что тиристор, открывшись, сам себя поддерживает в открытом состоянии. Так вот, ток удержания у него достаточно мал. И если емкости конденсатора достаточно для того, чтобы этот ток удержания в тиристоре существовал, в тот момент, когда переменное пульсирующее напряжение дошло до нуля, то тиристор будет оставаться в открытом состоянии. Если мы посадим сюда маленький конденсатор, его емкости будет не хватать, чтобы удерживать тиристор в открытом состоянии. Но даже вот такого небольшого конденсатора советской эпохи нам хватило для того, чтобы тиристор перестал работать, перестал отключаться, и наша схема стала просто неуправляемой. Да, один раз тиристор включился, открылся, но закрываться отказался. Приходится его закрывать искусственно, убирая либо емкость, либо снимая питание полностью с этой схемы. Еще в школьные годы, когда я конструировал свою первую светомузыку на тиристорах, я столкнулся с этой проблемой, и как бы просто экспериментируя путем проб и ошибок, я избавился от нее. У меня просто не было достаточно емкого конденсатора, чтобы мои тиристоры в светомузыке вели себя таким непорядочным образом. Зато, когда я конструировал светомузыку для других, и видел, что они пытаются применить к тиристорам обыкновенные блоки питания со сглаживающими мощными конденсаторами, взятыми из радиоаппаратуры, то вот у них все это дело не работало. И убрав конденсатор, а на меня смотрели дикими глазами, как это так, я выдираю из блока питания то, что нужно для сглаживания? Ведь во всех порядочных блоках питания для усилителей и для прочего конденсатор сглаживающий должен быть. Так вот, если его не убрать, тиристор работать не будет. Между прочим, то же самое будет и с семистором, просто диодов у вас будет немножечко поменьше. А на этом все. Пока знайте тонкости работы схем, а особенно управление тиристорами. До следующих встреч. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете еще много и много интересного.